Первоклассники без медосмотра, графонациональность по желанию, понижение ставок по ипотечным кредитам. Об этих и других законодательных инициативах в нашем обзорном материале программы. Российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на субсидирование ставок по ипотеке. Такое решение принято на совещании у премьер-министра России. По словам Дмитрия Медведева, кризис не должен свести на нет механизм ипотеки, который решает жилищные проблемы огромного количества семей и развивает строительную отрасль. Сегодня ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в России выросли до 19%. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к президенту Путину с предложением понизить ипотечные ставки с 19 до 12%. 20 миллиардов рублей будут выделены из госпрограммы «Жилища» и антикризисного фонда российского правительства. Денег хватит на субсидирование 330 тысяч кредитов. В России запретили импорт товаров машиностроения для государственных нужд. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В черный список входит в частности строительная техника и техника для разработки месторождений полезных ископаемых. Запрет коснется коммунальной техники и иных видов транспортных средств. Чтобы поступить в школу, не нужно будет проходить специальные медосмотры. В Министерстве здравоохранения России подготовили поправки в закон об охране здоровья и образовании. Согласно им, с 1 сентября текущего года первоклассникам не придется проходить осмотры специалистов. По мнению чиновников, эти процедуры дублируются, ведь дети ежегодно проходят профилактические медосмотры педиатра и узких специалистов. И обследование у врача перед поступлением в первый класс создает лишь дополнительную нагрузку на детей и медперсонал. Гражданам России могут разрешить указывать в паспорте и свидетельстве о рождении свою национальность. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект на ближайшем заседании. Отметка о национальности будет ставиться в паспорте или свидетельстве о рождении по личному заявлению или инициативе родителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова